В выходные дни самая горячая пора для инспекторов дорожно-патрульной службы. Именно в этот период лабытнанские водители позволяют себе вольности, идущей вразрез с правилами дорожного движения. Но если одни нарушители дорожного порядка признают свою вину и пытаются больше не попадаться, то у других предупреждения правоохранителей вызывают агрессию. В этом случае ответственность выходит за рамки административные и попадает уже под статьи Уголовного кодекса. Светлана Кель продолжит тему. Так, в ночь на понедельник, 7 апреля, лабытнанские сотрудники дорожно-патрульной службы были вынуждены устроить настоящую погоню. Как выяснилось, полицейские остановили автомобиль «Хонда», у которого не работала фара ближнего света. Пока инспектор проверял предоставленные ему документы, водитель решил воспользоваться этим и попытался уехать. Резко тронулся с места, в результате чего сотрудник госавтоинспекции оказался у него на капоте. Но это его не остановило. В дальнейшем он только набирал скорость движения, данный водитель. При этом сотрудник все это время находился у него на капоте. Проехав порядка 6 километров, при повороте налево сотрудник упал с капота транспортного средства, в результате чего получил травму. Как оказалось, водитель кроссовера, 35-летний мужчина прежде не отличался своей законопослушностью. К тому же на момент происшествия он уже был лишен права управления. Срок его ограничений должен был закончиться только в июле 2016 года. В ходе проверки было установлено, что водитель неоднократно привлекался за совершение административных правонарушений, за нарушение права дорожного движения, совершенных в состоянии угольного опьянения. А также был ранее судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 166 частью 1 Уголовного кодекса РФ «Угон». Послужной список ночного гонщика пополнится еще одной статьей Уголовного кодекса применения насилия в отношении представителя власти. Правда, в этом случае наказание будет куда суровее, чем за угон автомобиля. Как минимум 10 лет лишения свободы. Светлана Киль, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Продолжение следует...